Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Саша и Таня Лайф и давненько не виделись, да? Наверное, недельку где-то. Ну что, у нас все в порядке. Если кого-то из вас интересует, как поживаем мы и что у нас новенького, мы вам сейчас в двух словах расскажем, чем мы поживаем. Ну что, мы будем кушать? Нет, вы сначала расскажем, потом покушаем. Просто мы сделали такие вкусные пельмешки, но об этом чуть попозже. Вообще, неделя обычная у нас. У нас что выходные, что неделя обычная. Мы просто занимаемся домашними делами. Домашнее обучение у нас каждый день до обеда. Работа. Вот погода не очень, никуда не выйдешь. Ну и в принципе такие условия сейчас особо-то никуда не поедешь. Поэтому мы как бы в основном сидим дома. Ну и соответственно домашние дела. Таня на днях, помимо всех своих дел, помимо учебы с детьми, занялась уборкой. Навели порядок в детских комнатах, перебрали у Тимурки игрушки. Что-то отсортировали, что можно кому-то подарить, что оставить. Ну в общем, домашняя уборка. Это вроде как из старых киндеров. О, вот это вот. Вот здесь это реально с киндер сюрприза. Я еще помню. Вот это я даже себе взяла не знаю зачем. Это мне не очень нравится. Короче, мы с Тимуром основательно выбираем игрушки. Здесь он готов отдать уже кому-то другому эти игрушки. Буквально полгода назад он не был готов, теперь уже созрел. И пока не передумал, мы решили отсортировать. Ну, я решила все-таки, а я с ними не играюсь, пусть с вами будет другим. Кому-то радость принесут, да? Угу. Это все в подарок, да? Да. Мои няни уже не принесли, но радость стали другим. Там даже самое дорогое, этот панцирь черепашки ниндзо. А ракетки зачем, Тимур? Ну, это те, которые сломаны. Ну, я две хорошие оставила, а две сломаны. Ну, они не такие, чтобы сломаны, но кто-то играть сможет. Ну, кто-то и играть сможет, поэтому положили. И даже вот это? Да. Это Hot Wheels, да, было? Да, ну, потому что она уже, ну... Ну, не играет с ними. Ну, я смешу. Хорошо, что я молчу. Так, Крузовик Мюллер. Мюллер. Очень много молока. Танцфильм Ильич. Я оставлю, мне молоко пригодится. Так, дальше. Машинка. Я вообще не помню, что у меня такое было. Удивительно, да? Удивительно? Ну, ладно. Мне кажется, это еще у Артемина было когда-то, или? Тебе еще Артемин друг Давид отдавал, я помню, кучу всяких. Да. Может быть, это даже оттуда. Самое интересное, да, что я говорю, что буквально полгода назад Тимур еще не был готов с этим распрощаться. Ему было очень жалко. Он чуть ли как не от сердца отрывал. А теперь уже с легкостью, да, Тимур? Да, теперь я понял, что я с ними поиграл, я больше с ними не играю. Все-таки у меня уже есть чувство, что игрушки сами говорят, ты уже с нами больше не играешь, дай наш, пожалуйста, другим детям. Чтобы они поиграли, да? Угу. Угу. Это стекло сломано, но, в принципе, нормально еще можно поиграть. Те, которые совсем сломаны, да, мы сюда вот бросаем пакет. Да, вот, например... Тут вот сломано там снизу, она уже не едет. Да. А то, что еще может принести радость детям, то Тимурка в другую коробочку. О, прикольно. Мне еще теперь оставлю, пожалуй. Так, это просто... Здесь вот была полная коробка всякого хлама. И вот я сейчас покажу Тимур все, что оставил. Это вот пару динозавриков. А все остальное тут? Какой-то мячик маленький. И вот каких-то фигурок человечков. Но, говорит, еще может быть на память. Да, вот черепашка и ниндзя он, говорит, на память себя оставит. Не будет выбрасывать. Там два их. Ну, а железного человека я просто взяла. А с динозаврами говорит, что иногда играет еще. Ой, что это? Кристалл. Я знаю откуда. Тоже, кажется, я знаю откуда. С китайского ресторана. Я там такие видела. Это Тимур. Что она у нас дома делает? Вот это я не знаю. Ну, я очень любилась. Я один взял. Хотя, на самом деле, на заположить этим он забыл. Все-таки решили все лего туда поставить? Гарри Поттера пока туда. Потому что он сейчас начал с Майнкрафтом играть. Угу. Классная штука. Нереально много денег стоит все это. Просто обалдеть как. Но. Настолько все это хрупко. По сути, если туда закинуть каким-нибудь мечом или еще чем-то нечаянно. Все. В жизни не соберешь. Просто, в принципе, хлам будет. Вот так, конечно, здорово. Вот она вся коллекция. Да, кто-то спрашивал, покажите коллекцию. Вот Тимуркина коллекция Гарри Поттера. А может, я отдельно видео делаю, где все? Ну, делаешь, покажешь. Там несколько сотен лего, да? Здесь, мне кажется, 300, может быть, как минимум, наверное, здесь. По сути, на этой полке. Да. Ну, что, вы игрушки перебрали, я смотрю, да, здесь? Ну, ту полку перебрали. Там еще шкафу же много чего. Ну, шкафу делали завтра. До шкафа мы еще не дошли. Смотрите, это вот то, что мы раздать. Однако, руководство получилось. Да. Мусора я уже один пакет вынесла на мусорку. О, слушайте, это пианино. Ну, никто его не будет собирать. Ну, я бы так, ну... Ну, сложно, да. Гарри Поттера, что это? Диск, DVD? Ну, это твоя мама, да. Она мне на ничего, мама не смотрит, не слышит. Это не DVD. А что это? Ну, не знаю. Только, когда я рисовала на диск. В компьютере. Ну, сейчас. Другой век, да. И пистолет, Тимур, выбрасываешь? Ну, это как костюм у ковбоя. Ну, костюм ковбоя там положили, ему пригодится пистолет. Угу. У меня и так получилось. Включи его. Помнишь это? Это робот был? Когда крутили, приезжали. Это робот был, да? Угу. Ну, ясно. Все на выброс. Не на выброс. Не на выброс. Это кому-то пригодится. И кто-то будет играть. Ну, я надеюсь. Тимур и лежит без дела. Жареные пельмешки. Нужно ли его хранить? Ну, не знаю. Мысль есть. Немножко все попродавать. Попробовать. Надо собраться. К сущному, да? То, чем мы сейчас тут балдеем. В общем, мы с Таней взялись сделать пельмешки домашнего производства. Об этом мы говорили еще на стриме пятничном, что было бы неплохо, наверное, этим заняться. И мы занялись. На. Тарелка прилипла. Тесто прилипает к тарелке. Можно настроение мощнее. Короче, я не добавляла большого масла. Я пару ложечек масла налила, чтобы тесто не ликло. Потому что если еще макия, она будет слишком твердая, как мне показалось. Ну, надо не разводить. О, у нас. А ты зами что сделал, чтобы насыпалась? Нет. Ну, мы будем быстро проводить. Скалку. Угу. Приверти. Угу. 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 Сколько у нас там переменится диаметром? Сейчас скажу, 26 сантиметров. Поставь его. Нормально. Надо посыпать лучше. Приклеится. Почему? Но с этой стороны лучше. Потому что это клеится. Ты же чувствуешь? О, хорошо тоненько. Так, сейчас сюда мясо. Так, ну первый блин у нас может получиться комом на самом деле, потому что мы не знаем какой толщины сделать тесто. Сейчас. Мне кажется, что я очень тонко сделал верхний слой, но сейчас попробуем. Давай. Так, опа. Два есть. Так. И аккуратненько. Сначала не сильно. Слушай, они же прям прозрачные, да? Видно? Да. Мы, короче, решили сейчас прям свалим первую партию, чтобы посмотреть, это тесто очень тонкое. Разваливаются они или нормально? Я бы хотела чуть побольше тесто. Сейчас посмотрим. На самом деле, если научиться, мне кажется, можно лепить их каждую неделю. У нас морозилка, к сожалению, полная, трудно замораживать будет. Ну, вот такая вот получается у нас штуковина. Пока очень красиво. Ну, а дальше будем выбивать. Так. Переворачиваем и смотрим. Не уйдут, Саш? Ну, как? Ну, что такие, да? Ну, целенькие. Да, красивые. Ну, видно, что тонкое тесто. Сейчас сварим, посмотрим, что будет. Не скажу, что это заставляет большое удовольствие. С женой вместе как-то заставляет? Ну, плюсы тоже. Я с женой вместе лучше что-нибудь другое поделал. Ну, плюсы свои есть. Когда ты сделал своими руками перемешки, они по-другому кушаются даже. Ты понимаешь, какой труд вложен и время. И по-другому воспринимаешь. Так. Кто не согласен, кто согласен. А у меня так. Я представляю, как женщине обидно, если она полдня провозилась на кухне, а потом дети говорят, что не-не, мы не будем, это невкусно. Ну, Саша, это можно сравнить с тем, что если ты пропылесосил, намыл пол, у тебя большая квартира, а потом кто-то в обуви пошелся. Да. О! По-моему, самое то сейчас. Вообще идеально. Из остатков, в принципе, получается еще один полноценный комок, который я сейчас использую. Так, ну что, пробуем, что изменилось. Смотри, видишь, какие красавчики. Одним хлопком половина вылетела, смотри-ка. Смотри, какие они красивые. Вот эти покрасивее, да. Посмотрим, как они сварятся. Вообще обалденные, смотри. Угу. Как сказать, тинки. С одного удара половина улетела. Это, наверное, потому что я мукой посыпал. Я сюда скорее складываю, я сейчас заберу, чтобы вариться еще сколько-то Артема, дети, может, еще захотят. А мы с тобой в конце себя сварим, да? Или как? Да-да. Там еще делается делать. Так. Хо-хо, вот это я понимаю. А? Ага. Какие пельмешки. Вкусные пельмешки? Да. Очень. А какие вкуснее, которые в магазине или которые мы сами-сами делаем? Вообще, я не могу сказать, просто мне вот больше всего нравятся жареные. Вообще. Ой, кстати, ты можешь попробовать пожарить так? У меня нужно поменьше, мне кажется, мясо ложить, нет? Думаешь? Точно. Чтобы они более плоские были, Сашки. Не знаю, я попробовал бы пожарить точно. Надо портейку одну пожарить, Зай. Завтра давай, Зай. Сегодня вареные? Ну, а если считать вареные, то мне кажется, что вот эти вот гораздо вкуснее. Так что лепите, друзья, вам полная подсказка. И да, чтобы пельмешки легче вываливались, надо посыпать не форму, я уже для себя подчеркнул, а когда ложите слой теста уже сюда, вот именно тот слой, который вот с этой стороны будет ложиться на поверхность, его посыпьте мукой просто слегка сверху. И все. И тогда они вылетают просто как пули оттуда. Без всяких проблем. С трех ударов вылетает вся, в принципе, эта штука. Ну вот, будем замораживать. Я бы, честно говоря, пожарил, Зай. Давай пожарим. Блин, они долго будут жарить. Почему? Потому что они вот такие выпукли. И что? Давай эксперименты ради. На маленьком огне. На маленьком огне. Нет. Оставь, не, я пожарю сейчас. Хорошо. Домашние пельмени. Дети заценили очень. Кушают с таким аппетитом. Вообще, вообще другое дело. Может быть, сама мыслишь, что ты это делал сам. Я, допустим, покупные пельмени практически не ем. Но эти прямо обалдешь. Реально, без всяких этих преувеличений, они реально очень вкусные. Но здесь мясо столько, сколько ты хочешь. Тесто такой толщины, как ты хочешь. То есть, они получились просто шикарные. Я не знаю. Ну и, конечно, то, что ты сам их делал. Конечно, это тоже влияет. В общем, обалденные пельмешки. Так что... Наелись. Берите пример. И наморозили еще на семью нашу. На пару раз точно поесть хватит. Да. В принципе, мы сейчас, Таня, руку набили. Отработали всю эту систему. И... Ну, сколько у нас? Час, да? Заняло, наверное. Не, ну, совсем тесто больше. Пока тесто покатываю. Ну, хорошо. Ну, пусть на все вместе с жаркой варкой, ну, два часа. Да. И это килограмм мяса и килограмм теста, да? Килограмм муки. Килограмм муки. Так что неплохо. И забабахали. Ну, в общем... С крещением Христовым вас. Да, Тимурка? Да. Субтитры сделал DimaTorzok